Приветичи! Это Зельда, Слезы Королевства, и мы продолжаем прохождение этой игры. Мы находимся в зимнем биоме, здесь очень холодно, через 2.50 у меня закончится защита от холода. Я предлагаю сходить вон в тот теплый домик. Там топится печь, там хорошо, тепло. Перекантуемся, посмотрим кто там и двинем в теплые края. Кстати, поскольку здесь снег, почему бы нам не посерфить? Ух, я чувствую, что сзади кто-то там сломался по... Вот это да! Мой щит сломался, но я успел выпустить парашют и избежал увечий. А я уже рядом с домом, смотрю, что там быкоблины, что-то жрут ледяное. Надеюсь, что в доме их нету, здесь нормальные люди живут. Там кто-то есть, может помощь подоспела. Ты о чем? Ты разве не слышал? Там все еще монстры. Не открывай, пока там монстры кричат. Закрытая дверь. Нам нужно спасти этих жителей, тогда они меня пустят, наверное. Возьму-ка я двойной меч. Меня, кстати, просили скрестить два меча. Ну, в смысле, зачаром... Ну, ты понял. Зачаровать. Вот, я сделал, и у меня получился как бы двойной меч, но он одновременно и одинарный. Ух, ух, ух. Ой, нет. Ха-ха, это было забавно. Меч у меня сломался, берем одиночный. Все, все по красоте. Ух ты, нифига себе. Белоснежный, по всей видимости, железослон. Кстати, мне про это тоже говорили, типа, сделай щит с желе. И посмотри, что будет. Ну, вот, собственно, мы увидели. Все, кто бьют по такому щиту, превращаются в ледышку. Ну, вроде как разобрались с монстрами, надеюсь, меня теперь пустят внутрь-то. Ну, Джога, и чего же мы ждем? Открывай дверь скорее. Ладно, ладно. Приветики. Ты одолел монстров. Спасибо за помощь. Мы глаза моркнуть не успели, как хижину, в которой мы пытались согреться, окружили монстры. Эй, его же надо должным образом отблагодарить. Просто не верится, что нам пришли на помощь. Ты нас спас. После катаклизма монстров стало больше, и мы и так были осторожны. Осторожны, ну, как видишь. Вот, возьми. Ничего особенного, просто хотим тебя отблагодарить. О, Острозелье на 3.40 дает защиту от холда. Спасибо. Не думаю, что это достойная награда за спасение жизни. Идея. Слушай, а ты знаешь, что такое щитбординг? Эээ, да, знаю. Само собой. Но все же напомню. Ну, ребят, как бы... Лучше бы вы мне денег дали. А, ну да. Если тебе этот щит подходит, пользуйся на здоровье. У нас их хватает. О, вот это как раз. Закрытая дверь выполнена. Щиточек я заберу. Благодарю. Че, в принципе, я тут погрелся. Можно что-то взготовить. Пожалуй, я это сделаю. Например, согревающее какое-нибудь блюдо. Опля. Острый, пряный, стейки. Плюс 6 к защите от холода. Ну все, ребятки, бывайте. Я погнал. Смотрите аккуратно. Второго такого спасителя вы не дождетесь. Переместился к светилищу на летающих островах, который я открыл в прошлой серии. Я обещал его пройти. Так вот, я это сделаю сейчас. Но прежде нужно поговорить вот этим вот роботом. Так как в комментариях мне говорили, что с ним обязательно нужно поболтать. Здесь мы проводим испытания на храбрость и ловкость. В свободном полете. Давно уж тут не появлялись участники. Я рад вас видеть. Я видел ваше несшествие. Похоже, опыта вам не занимать. А что такое несшествие? Возможно ли, что вы не знакомы с церемонии несшествия? Приношу свои извинения. Позвольте мне объяснить. Церемония несшествия – это испытание храбрости для молодых Зонаи. Она знаменует их переход к зрелости. Остров, на котором начинается церемония, находится высоко над нами. Нужно спрыгнуть с него и пролететь кольца за определенное время. Когда вы пройдете испытание, я подарю вам особое облачение в знак вашего перехода к зрелости. Ну а теперь время показать храбрость. Хочу участвовать, конечно, если еще и одежку подарят. Почему бы нет? Ой, я кое-что забыл. Я бы хотел попросить вас дать мне один энергозонар в качестве подношения. Подношения? Это древняя традиция. Участники церемонии делают остров подношения в виде энергозонара. Так как этого уже давно не было, энергозонаров почти не осталось. Я надеюсь на ваше понимание. Ну ладно, держи. В таком случае я проведу вас к началу. Пройдите через все кольца, показав результат не хуже 35 секунд. Ну что ж. Раз, два, три. Погнали. Прыжок. Виу. Полетели. Так. Единственное... А, я пролетаю. Я должен лучший результат показать. Теперь туда. Есть попадание. Да елки-палки. Давай, давай, давай. Должен, должен, должен. Есть. И последний. Ну слушай, я за 22 управился. Гони одежку, дворецкий. Ваше время 2268. Вы показали свою храбрость. Вот, возьмите. Это знаменует ваш переход к зрелости. Ну мне, наверное, уже лет сто. Я уже давно был зрелым. Ну ладно. Аэротуника. Пришитые дополнительные куски материи улучшают аэродинамические свойства и повышают маневренность во время свободного падения. Ну ничего себе. Возможно, вы сможете побить рекорд скорости 20 секунд. Хотите еще раз пройти церемонию? Тогда я попрошу у вас еще один зонар. Подожди, я сейчас отойду, переоденусь и потом, потом все сделаем. Короче, эта туника в любом случае лучше, чем вот эта. Поскольку она дает две брони. Поэтому надеваем ее. Вау. Уже более-менее похож на бойца. Все, я готов. Сейчас, короче, сразу беру разгончик. И прыгаем. Давай, давай, давай. Полетели. Вот, отлично. Теперь вот сюда, вот сюда. А, пролетаем мимо. Пока хорошо идем, вроде бы. Походу, мимо опять летим. Есть! 19.33. Побил рекорд. Ваше время 19.33. Просто потрясающе. Это рекорд. Насколько мне известно, вы превзошли всех остальных по храбрости и скорости. Я хочу отметить этот невероятный результат. Вот, возьмите. Большой энергозанар. Да елки-палки. Назовите мне, пожалуйста, свое имя. Я запишу ваш рекорд. Линк. Впиши меня туда, как Линк. Спасибо. Ваш рекорд записан, господин Линк. Хотите еще раз пройти церемонию? Не-не-не-не. Все, я пошел. С нетерпением жду новых попыток. Да все, я уже рекорд поставил. Никаких попыток больше. Пойду я лучше испытания пройду. А пока я поднимаюсь к святилищу, хочу напомнить, что в зельде есть волшебные палочки. Да-да-да. И мне напомнили в комментариях, как ее сделать. То есть, не выбивать где-то, а можно самому сделать. Допустим, взять опал. Любой вот такой вот камень, похожий на магический. Выбрасываем его. И просто крепим к оружию. Вот так вот. И получаем посох. Ну, как бы, меча-посох. Ну, в общем, смотри. Прикольно же, да? И так можно практически со всеми драгоценными камнями. А еще я знаю, что есть посохи. То есть, ну, как бы, палки такие специальные, куда можно воткнуть вот эти вот магические камни. И они становятся еще мощнее. Но об этом как-нибудь в другой раз. Пойдем в святилище проходить. Азы боя. Стрельба из лука. А, это тренировочка. Ну, давай потренируемся. Чего бы нет. Подняв лук в полете, воспользуйся моментом полной сосредоточенности, чтобы выстрелить вопрока. Другие приемы не возымеют здесь эффекта. Приготовься. Ну, этой фишкой мы знаем, как пользоваться. Еще... Еще взботвы, наверное. Вот так вот и прямо в глаза. Ой, так подметить надо. Лук сломался. Нехорошечно вышло. Возьмем вот этот. А-ха-ха, прям пожог. О, сколько здесь стрел. Пожалуй, я это возьму. Еще и лук. Спасибо. А на другой стороне есть что-нибудь? Нет, там нет. Ай! Блин. Так, все, подлетаем. Метимся. И стреляем. Еще разок. Еще разок. У него же три глаза. Мимо. Ну как, нормально же? Превосходно. Ой, теперь их трое. Сосредоточься еще раз и выстрели по всем врагам. Ладно, я готов. Раз. Прям в глаз бы попасть. Два. Я попал. Я попал. Или не попал. Нет, не попал. Последний остался, короче, живучий самый. Надьте, прям в глаз. Что, все? Кстати, они оружие выкинули классное. Ой. И я тоже тут пузырик какой-то выпустил волшебный. Ты освоил эту технику, Байя. Доступ к внутреннему залу открыт. Спасибо. Что думаешь, в сундуке там, конечно же, опал по-любому. Итак, смотрим. Опал ли в сундуке или не опал? О, лук голема. Елки. Что-то выкинуть придется. Давай вот этот лук выбросим, а этот заберем. Ничего себе. Вот это меня зарофлил сейчас сундучок. Итак, товарищи, у меня есть щит. Я хочу попробовать к этому щиту прикрепить рубин. Я, правда, мог бы его продать хорошенько за хорошие деньги, да? Но я хочу его прикрепить к щиту и посмотреть, что произойдет. Ну, как бы... Как бы особо-то ничего. Видимо, надо, чтобы по нему кто-то ударил. Пойдем искать подопытных. А искать подопытных мы будем возле геоглифа, который находится вон там. Ну, что? Полетели. Ты посмотри, кого я встретил. И где же твой потерянный дружочек? Слушай, у меня есть одна идейка. Мы тебя доставим туда. Вот на этой колеснице. Иди-ка сюда, мой маленький дружок. Ты будешь вести эту повозку. Я прикреплю тебя вместо коня. Тебе же маловато от такого здорового рюкзака, правильно? Сейчас я тебя разверну. Сделаю все красивенько. Вот. А теперь цепляем тебя сюда. Ты, правда, до земли не достаешь. Ну, ничего страшного. Я тебе помогу. У меня есть пропеллеры. Мы сейчас их установим и сделаем скоростную точилу. Осталось только правильно ее выставить, потому что руля-то у меня нету. Тачка, иди сюда. Сейчас мы ее развернем. Вот, вот нам надо вон туда. Разворачиваем. И вроде бы норм. Че, погнали? Светерком. Стойте, подождите меня. Я тоже хочу с вами покататься. Поехали. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Ништяк. Рулим. Колесницей. Главное опять не вывалиться. Прямо по курсу. Летим как надо. Блин, долбанный камень. Все испортил. Не-не-не, только... Он влетел прямо в скалу. Если честно, я думал, что тебя размочит об эту скалу. Но ничего, ты крепкий парень. Доставили почти в целости и сохранности. Держи. Кстати, знаешь что? Знаешь что, знаешь что? Просили меня как-то сделать типа дрона летающего. Но, если я просто встану сюда и выстрелю, мы полетим? Как думаешь? А, нет, так не работает. Ладно, ладно, все, я понял. Я понял, что так не работает. Тогда мы идем к держателю рекламы. Как все удивительно близко оказывается, да? У него здесь есть материалы, из которых в принципе реально соорудить подобие квадрокоптера. Знаешь что нам нужно? Обычная плоская доска. Балочки. Пропеллеры сюда. Я почему ранее это не делал? Да потому что у меня батарейки мало. Я думаю, что тут 4 пропеллера батарейку сожрут просто как не знаю что. О, ко мне чувак какой-то бежит. Квадрик у меня готов. Ну, квадрокоптер. Я хочу спросить. Дождь? Не повезло. Стой, 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 подожди. Эта погода никуда не годится. Лучше где-то переждать, пока я совсем не продрог. Ну, беги. Я могу, конечно, тебе крышу сделать, но не успею. Так, да порда. Тебе что-то надо как-то чем-то помочь, да? Ой, тут у тебя совсем плохо стоит рекламный щит. Я к тебе чуть позже вернусь после тестирования своего квадрокоптера. Ну, что, полетели? Мы же полетим? Е-е-е, мы летим! И смотри, как быстро садится моя батарейка. Ёлки-палки. Мы потерпели крушение. Ну, в общем, ты понял. Всё это дело работает, но нужно большое количество аккумуляторов. Та порда, смотри, что я тебе принёс. Держатель для твоего рекламного щита. Очень крутой, между прочим. Кстати, а что будет, если я сейчас запущу свой квадрокоптер? Ну-ка. Так, 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 подожди, 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 подожди. Он же должен сейчас стоять. Давай, пробуй опустить, пока мой механизм держит его. Что? Ты его подержишь? Да, 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 да. Ой! Ух, какая трагедия! Мой коптер снащил твой рекламный стенд. Ладно, не переживай. Сейчас всё замутим. Самое простое, это взять и склеить вот эти два бревна. Опа! И они будут держать твою вот эту штуковину. Давай, отпускай. Ну вот, видишь, стоит же. Стоит. Он стоит. Ну а ты как думал? Ого, я его не держу, а он стоит. Гениально. Я бы ни за что до такого не додумался. Снова дал 20 рупий. Бодрящие лесовички. И, наверное, для конюшени бонусы какие-нибудь. А, бомбоцвет дал. Ну, благодарю. Хорошая награда. Мы сейчас, смотри, что сделаем. Поглотим парочку энергозонаров. У меня увеличится заряд. Вот. Теперь у меня три батарейки. И мы должны куда-нибудь долететь. Полетели. Желательно в ту сторону. Давай, давай, давай. Вот. Всё, летим. Я управляю, я управляю. Нет, я не управляю, я не управляю, я не управляю. Ребята, подождите, батарейки не садитесь. Фух. Ну, в принципе, мы летим уже подальше. И это хорошо. Это уже хорошо. Всё, погнали. Я встану прямо посередине. В другую сторону полетели. Да не туда мне надо. Ай, всё, короче, пошли, вы знаете, со своими испытаниями. Надо выключить, а то батарейки... Она сама выключилась. Ну и хорошо. Всё, побежали. Меня ждут геоглифы. Заигрался я тут, мальца. Вы изобретателя. Во! О, я добрался до геоглифа. Ищем теперь слезу с омутом воспоминания. Единственное, знаешь что, я не совсем разобрал этот геоглиф. И понятия не имею, какой он по числу. Ну, то есть, тут же последовательность воспоминаний существует. Поэтому я... О, бабуля импа здесь. А вот и чан, собственно. Короче, надо сейчас воспользоваться вот этим вот воздушным шаром. Взлететь, посмотреть на этот рисунок. И понять его последовательность. Может, не стоит сейчас это воспоминание вспоминать. Потом мы цепочку испортим. Все, я... Блин, он не летит. А что ты меч достал? Бабу Лимпе, можно я шар воздушный твой возьму? Да это же Линг. Ты тоже изучаешь геоглифы. Это стоило ожидать. Да блин, я хочу воздушный шар твой взять. Ну, короче, как оказалось, это воспоминание, оно где-то пятое или шестое. Поэтому сейчас я его смотреть не буду. В общем, следующий геоглиф нам нужен в виде пураншета. И он находится где-то здесь. И лучше всего его разглядеть с вышки. Вон он! Я его вижу. Кажется, это он. Да! Значит, летим туда. А желательно вон к той вышке. Ух ты! Ты посмотри на это. Нет, нет, нет. Не на вот этого пухлого маленького корока. А вон туда. Свиньи, которые построили свою базу на каменном големе. Пойдем их раздолбим. О! Тут, кстати, пропеллер лежит. Да ладно! Это же реактивный двигатель. Ммм, кажется... Дружочек, а тебе куда достоять-то надо? Блин, и там эти ходят, и везде хочется, короче. И все хочется. Ладно. Раз реактивный двигатель, значит, что-то интересное. Давай все-таки его доставим. Голем нас подождет. А, вон туда. Не так уж и далеко. Ну, ладно. Сейчас доставим. Разворачиваем эту бандурину. Можно, в принципе, даже и не морочиться. Слушай. С этим парапланом. Можно просто его на реактив посадить и все. И все. Есть же, типа, люди-ракеты. Почему не может быть корок-ракета? О, правда, ракета перевесила. Но ничего страшного. Смотри, что мы сделаем. Мы сейчас его поставим. Направим в нужное нам направление. То есть туда. Там еще летучие мыши. Главное их не сбить. Вот. То есть он вот так вот стоит, стоит, стоит. Стоит, 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 стоит. Теперь я его опускаю. Вот. Теперь нам нужно реверс включить. Давай. Теперь запускаем двигатель. Отпускаем все. У-у-у! Полетел. Отлично! Как надо. А я-то как туда перелечу? Я не хочу в водичку лезть. Я, наверное, тоже сделаю самое. Смотри. Поднимаем наше крыло вверх. Сейчас его развернем. Теперь отпускаем. На всякий пожарный сейчас еще повешу на него пропеллер. Кто знает, что будет. Теперь ставим на эту рухлядь. Поднимаемся повыше. Стреляем. Э, не успели. Ладно, давай еще разок. Давай, 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 давай. Я встаю вот сюда. И мы... Блин, он без меня сейчас полетит. Ёлки-палки, стой! Я все профукал опять. Ай. Ядрен батон. А тут такое ядреное течение, что... Я должен доплыть. Я должен. Фак. Ну, это фиасочка, брат. О, волшебник бегает. Ну, этот. Злобный волшебник, смотри. А я как раз волшебную палку хотел свою попробовать. Ну, в общем, я вас доставил, поэтому гоните два семечка. Есть у меня один план. Запрыгнуть на него. Как думаешь, получится? Ай-яй-яй-яй! Черт, он развернул! А я здесь! А я здесь! А я здесь! Давай сразу наверх! Прямо наверх! На тебе, водяным! Да что ж такое-то? Вот тебе! Ого! Меня фея воскрешила. Ничего себе! Так, минус один. Больноват, отбьешь, засранец! Блин! Все, опал, сдох! Ёлки-палки! А что произошло? Ну-ка, стрельни по мне! Давай, меня скинули! Опал снова загорелся! Черт подери! Вообще, что-то растерялся! Что происходит? Так, меня там стреляют, кидают. Получай! Получай, мимо! Все! Надо сейчас со свиньями разобраться! А потом уже все остальное... Готово! Минус свинья! Так, я думаю... Ну да, ну конечно же он кинул в меня булыжник! Ладно! Я попытаюсь свое счастье еще разок! Хорошо, что в этот раз он уже без свиней! Это радует! Знаешь, что я хочу попробовать? Я хочу попробовать... Реверсировать его булыжник, который он в меня запустит в этот раз! Может прокатит? Хочешь в меня кинуть что-нибудь, а, дружочек? Опа! Отдай-ка вспять! Ха, получилось! Смотри-ка, и он сел на свою пятую точку! Теперь мы поднимаемся к нему! Ну давай же, елки! Профукил, профукил момент! Больно! Очень больно, ма! Насяльника! Насяльника очень больно! Так, он готовится в меня еще раз что-то кинуть! А мы сейчас реверс замутим! Че, булыжник, может ты в меня еще раз что-нибудь кинешь? Опа! В обраточку! На тебе! Ну, как ты на это отреагируешь? Так, все, поползли, поползли, поползли! Заходим, заходим! Вламываемся! Есть! Поднялись! Давай ломать! Возьму в этот раз Бока, Лапа, Костень! 40 дамага наносит! Ух-ху-ху-ху! Как она! Реально она много наносит-то! Сломалась рука! Блин, рука мощная! У меня есть еще одна! Может, нет, давай мы ее оставим на всякий пожарный? Ну, еще чутка! Е-е-е-е! Он сдох! Кончился этот голем! Ух ты, сколько с него всякого выпало-то! Сердце голема, смотри! Прикольно! Его как бы можно куда-то прикрепить! Эх, было бы у меня какое-нибудь крутое оружие! Давай его на меч! Плюс 13 к мечу, ты представляешь? 23 дамага! Уф! Это сильно! Вон, смотри! Боко, блин, лучник! Сейчас мы опробуем на нем свой щит! Эй, лучник! Хочешь в меня стрельнуть? Смотри, какой у меня щит классный! Давай! А-а-а! Ты понял? Короче, рубин поджигает! Когда в него попадает, то он извергает огонь! Ну, весело, че? Очень весело! А теперь ты отведай моего меча! Меч, правда, сломался, но... Шо теперь поделать? Зато я знаю, что сердце голема очень мощное! Рог синего боковля! Плюс 7 к черромонтажу! Можно двойной трезубец сделать, елки! О, еще один! Привет! Хочешь меня ударить? Щит! 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 А у меня же, блин, двуручное оружие! Так! Давай, еще раз ударь, только я сейчас пожру, подожди секундочку! Вот так-то лучше! Ну, давай! Ударь меня! О, загорелся! А теперь ты отведаешь моего голема-резака! Вот и все! О, привет, ребята! Мне нужны ваши ручки! У вас шикарные руки! Очень мощные, я бы сказал! Так-так-так-так! Лошку добиваем! Готов! Летучие мыши? А, нет, не летучие мыши! Ну, тебя тоже надо прик... Шпандорить! Спасибо за глаз! Что ты думаешь, я буду целиться на тебя? Я глаз заюзаю! Вот и все! Вот это тут битва случилась! Неожиданно! Ух ты, смотри, какая там дубина у здоровяка мощная! Ничего себе! Ничего себе! Но я к нему пока, пожалуй, не пойду! Не хочется! Значит, у нас тут река с сильным течением! И как нам туда перебраться на ту сторону? А, все просто! А, тут парус есть! Ну, парус такой себе весь дырявый! Прибегнем к помощи нашей волшебной руки! Значит, берем доску! Вот туда ее отправляем! Вот так вот! Теперь давай назад! Сейчас садимся в нее! Опа! Врубаем реверс! Поехали! Ну, а дальше ты знаешь, что делать! Берешь разбег, прыгаешь и летишь! Ну, паришь! И все! Речка преодолена! Даже никакой парус, нафиг, не нужен! Кажется, я добрался! Сейчас здесь должен быть Геоглиф! Вот он, наш Геоглифик! Сейчас мы узнаем продолжение воспоминаний! Что же там приключилось? Дошла ли Зельда до той ученой, которая помогла бы ей вернуться назад? А вот и колодец! Зельда до этого! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, Менеру Если я могу чем-нибудь помочь Тогда решено Значит, вы верите, что я пришла из будущего? Я в этом и не сомневалась Как помочь Зельде вернуться в свое время? Сестра Полагаю, что сюда ты попала благодаря силе тайного камня Тайные камни — это артефакты, усиливающие способности их владельца Моя сила, например, позволяет духу отделяться от тела У Рауры есть сила света, изгоняющая зло А Сония управляет временем У тебя, чувствую, есть как сила света, так и сила времени Тайный камень усилил лишь твою силу времени Силу времени? Но камень только усиливает твою способность Ты должна научиться управлять этой силой И если ты не знаешь, как вернуться, то... Одна из легенд о тайных камнях упоминает запретное заклинание драконизации Кто тайный камень проглотит, драконом станет предвечным и вечную жизнь обретет Ясно Заклинание для путешествий сквозь время Ты хочешь сказать, что это могло бы нам помочь, да? Да Ну, легенда есть продолжение Тот, кто драконом станет, навечно лишится сердца Вот почему это заклинание запретное Я думала, что это поможет выйти за пределы времени, но... Раз ты лишишься своего я, какой в этом смысл? Извини, что не могу помочь Вот незадача Пусть так Но если сможешь изучить свою силу, решение обязательно найдется Почему бы тебе не поучиться у Сонии? Да Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...